Всех приветствую на своем канале. Вчера поступил запрос на обзор книжек. Как обычно, застал меня несколько врасплох, хотя уже, ну где-то, может быть, месяцев даже 5 назад поступал уже подобный запрос, но в личку в ютубе, там где комментарии непонятно где находятся, и видишь только ты, человек, который тебе пишет. И, в общем, я очень долго думала, если честно сказать, даже пыталась отказаться как-то отпахаться от этого запроса, хотя вроде как, ну если есть запрос, значит есть интерес. И просто, ну, даже не знала, с чего начать. Начала перебирать, какие у меня есть книжки, то есть все 5-10, но вот тут меня торкнуло. Я не знаю, будет ли вам интересна эта книга, и вообще, честно сказать, признаюсь, что я сама ее только вчера начала читать, хотя она у меня уже практически, ну, можно сказать, полтора года. Это очень классная, как мне кажется, книжка. Это книжка про Финляндию на русском языке. Я ее покупала в Финляндии, тут даже еще цена осталась на наклеечке. 15,7 евро, 70 центов. Это издание на русском языке. Есть специальное такое издательство в Финляндии, они выпускают книги на русском языке. Издание, соответственно, ну, уже можно понять, что это книжка о Финляндии. Финляндия, страна тысячи озер. Что у нас общее есть в России с Финляндией, допустим? Ну, как вы думаете? Я думаю, наверное, все знают, что есть у нас такая Карелия замечательная. И вот, в принципе, Финляндия – это одна-вторая, можно сказать, Карелия. Карелия и Финляндия – это, можно, местиная, так сказать. Ну, своего рода изначально это как бы одна такая страна была в Суоми. В принципе, об этом сказано. У меня немножко такой сумбурный обзор получается. Изначально я как бы репетировала и предполагала, что это будет немножко по-другому выглядеть. Это для меня первый раз обзор книжки именно на видео, хотя у нас по-библиотечному давно-давно лет 10 назад, даже 12, наверное, был такой курс обзор книжек. Ну, я думаю, вы простите, и мой тремор, как обычно он тут появился, и то, что я немножко сумбурно говорю. Надеюсь, в следующий раз у меня все-таки будет более как-то спрограммировано это все. В общем, об истории Финляндии и, естественно, Карелии можно будет узнать в самом конце книжки из исторического очерка. Исторический очерк написан вполне нейтральным языком, ну, с такой нейтральный взгляд даже на эту всю историю. Не превозносится ни, там, допустим, Финляндия, ни очерняется Россия или еще какая-либо страна. Сама книжка написана очень классным, хорошим русским языком, просто отличным, в принципе. Содержит огромное количество превосходных фотографий, хорошо подобранных. Я начала читать в самом начале только. А, да, кстати, вот главление, я надеюсь, вы поможете пока посмотреть его. И в самом начале я начала читать только первую страничку и в конце вот этот точек. И мне, в принципе, вот то, что я прочитала, оно мне понравилось. Как я уже говорила, книга написана довольно хорошим русским языком, стилистически выраженным, выдержанным, пардон. Она очень легка в чтении и довольно интересная, я думаю, будет интересно и взрослым, и детям, и тем, кто увлекается всякими странами, как я в свое время в Финляндии, и тем, кто был в Финляндии, можно тут найти некоторые фотографии. И вот я нашла место, которое мы даже проезжали. У меня есть фотографии этого места. Сейчас попробую найти. Это памятник финскому композитору Сибирюсу. И программа еще есть такая музыкальная для Винды, не знаю, как насчет Линукса. Тоже его, вот, сделаю. Его имени есть такая программа Сибирюс. Вообще мне ее подогнал в свое время Глеба Мальцев, на видео которого одно время тут у меня оставляли в комментариях очень... Ну, комментарии оставляли на него некоторые товарищи. Так, ну, помимо исторического очерка, куча фотографий, информации про Финляндию. Я думаю, что эта книжка вообще, если прочитаете, то сразу все будет понятно и захочется там побывать. Но если даже не захочется и не будет возможности, допустим, захочется, но нет возможности приехать в Финляндию, то хотя бы визуально вы там побываете. Так, ну, вот немножко попытаюсь показать фотографии. Вообще виды, это вот, все-таки, я когда там была, и даже сейчас смотрю эти фотографии, это вот, все-таки это та же самая Карелия, частично. Вообще там довольно интересно в Финляндии. И вон тут что на книжке у нас написано? Чудесное путешествие через природу, традиции, истории и искусство трены тысячи озер. Кто у нас ее издает? Как вам так говорить? Это дистрибьютор у нас, я вообще покупала в магазине, по-моему, фирменном, это и тех, кто, этого издательства. Папер Мэрк. Если сейчас правильно прочитаю, то Пик Ку. Паралайтин 6. В общем, я давно уже не занималась финским. Я подозреваю, меня на известном форуме будут обсуждать с этим моим ужасным финским прочтением. Ну, а в финском обычно как пишется, так и читается. Ну, я все-таки прочитаю вам оглавление, тут введение на две странички, потом Хельсинки, белая столица, Балтия, экскурсия по Хельсинке. В принципе, я думаю, если прочитать этот текст экскурсии по Хельсинке, то практически как вы побываете в самом Хельсинке, я, допустим, была, мне посчастливилось быть только в самом Хельсинке. Хельсинке стал столицей довольно недавно, до этого был другой город, ну, если вам интересно, то, может быть, в интернете или будете в этом Финляндии, или еще где-то увидите эту книжку, и вы, соответственно, прочитаете и узнаете, что за столица была, или, может быть, вы даже знаете сами по себе, не читая еще. Это городские церкви, по музеям Хельсинки, в двух шагах от природы, парки Хельсинки, окрестности Хельсинки, юг Финляндии, потом и раздел побережья Бутнического залива, Центральная и Восточная Финляндия, Центральная Финляндия, область озер, Лапландия, и вот как раз итерический очерк и карта Финляндии. У меня, кстати, есть магнитик, карта Карелии, родственники. В общем, вот такая классная книжка, кстати, в общем, довольно такая клевая страничка, такая бумажка лакированная, городские церкви как раз у меня открылись. Мягкая обложка, конечно, и если там вот я не очень верю к ней относиться, к этой книжке, то она, может, недолго проживет. Ну, вообще, она у меня лежала у изголовья, у кровати, и я такие книжки часто покупаю, подобные книжки в разных городах, где бывают в Карелии. Была у меня, кажется, есть маленькая такая брошюрка по типу такой же, мягкой обложки про Карелию, и у меня обычно их читает моя знакомая бабулька, потом, возможно, берет еще кто-то, и только после того, как люди это все прочитают, я начинаю читать сама. Ну, вот тут я благодаря тому запросу вчера ее открыла и поняла, что не зря купила, не зря она ждала своего часа. Вот такая замечательная книжка у меня есть. Я не знаю, уложилась я в 5 или в 3 минуты. И, ну, в общем, вот такой вот небольшой обзор книжки. Для меня это впервые. Если вам это было интересно, и я удовлетворила ваш запрос, хотя бы того человека, что писал вчера в комментариях, то я буду очень рада. Ну, и до новых встреч. Пока.